Для меня действительно привилегия сегодня быть здесь в Черкасах. Я вчера был в другой церкви, там почитал какие-то семинары, но сегодня действительно я хочу, чтобы мы с вами остались открытыми для Бога и во время проповеди. Хочу сделать комплимент для группы прославления. Обычно пастора люди достаточно привередливые, я так замечаю. И может быть это какая-то специфика, но то, что я пережил, не просто почувствовал, потому что иногда чувства, они бывают очень обманчивые. То есть проснулся, чувствую себя хорошо, хороший день, проснулся, чувствую себя не очень хорошо, и как-то чувства, они могут человека совсем не туда завести. Так вот я не почувствовал, а пережил присутствие. И действительно оно было таким реальным, таким и во время прославления, потому что часто, знаете, есть люди, которые говорят, вот я жду, когда закончится прославление, мне больше нравятся поклонения. Такие, знаете, есть тенденция такая, особенно люди из каких-то таких религиозных церквей говорят, ну я жду, когда начнется поклонение, потому что как бы в поклонении тишина, такое как бы все более спокойное. Обычно, я говорю, вы знаете, в тихом омуте. Потому что если вы не можете прославить Бога как Бога, то вряд ли вы войдете правильно в поклонение. Если вы не войдете во врата со словословиями, во дворы с хвалою, то и непонятно, кому вы поклоняетесь. Непонятно, что за поклонение у вас. Поэтому действительно во время прославления сегодня, и я не знаю, как у вас это происходит, но я уверен, что Бог совершил определенную свою работу во время прославления. Здесь. И если здесь есть люди, и вы готовы что-то сказать, даже с места об этом, может быть, я как-то ломаю ход служения, то я бы хотел, чтобы мы воздали славу Богу за то, что он уже сделал сейчас во время прославления. Подождите, есть люди, которые готовы что-то сказать? Вы где-то там, вот. Да, сестра, вот скажите громко с места, что там у вас происходит. Когда прославлялись, мне показали, что люди, вот эти маленькие слова, которые живут, но он не повторит. И все эти маленькие слова, которые на космосе знают, и приказают, как они маленькие, его сердце становится на стихе, на вашем словаре, полный. Слава Богу. Слава Богу. Действительно, такое присутствие было сильным. Сильное такое, я, ну, честно, я могу сказать, я как-то, ну, не то что страх какой-то пришел, а трепет пришел такой, знаете, во время прославления, во время хвалы, такой трепет, действительно, явное присутствие Божье. Знаете, как-то, ну, я почувствовал, что вот так и хотелось сказать, как раньше мы, помню, говорили в церквях, слушайте, ну, действительно, вы сегодня пришли в правильное время на правильное место. Понимаете? Действительно пришли в правильное время время на правильное место хорошо попробую начать проповедовать то о чем мы с вами помышляем определяем нашу сущность то есть кто мы на самом деле до писание каковы мысли человека до такого не сам то есть то куда мы направляем свои помышления определяет то что мы собой представляет то что мы сеем будет определять то что мы с вами потом пожнем правильно и есть такой момент интересный если сильно сжать яблоко из него течет сок какой яблочный а если апельсин из него тоже течет яблочный сок апельсиновый так вот интересный момент если сильно сжать христианина из него должна потечь вера они робот никто из нас не хочет себе трудностей испытаний проблем да то есть как бы нормальные адекватные люди мы хотим действительно что все было хорошо но именно трудности испытания и проблемы очень часто определяют на что или на кого мы уповаем то есть когда нас это сдавливает то что из нас выходит и показывает нашу сущность и если я начинаю негодовать возмущаться знаете есть такая такое выражение вы меня достали вы когда-нибудь время такое выражение в своей жизни ну кто говорил поднимите руку вот все ну остальным поверим что не говорили вот из какого-то момента времени я понял она немножко неправильно звучит вы не меня достали вы из меня и вы из меня да вы не меня достали вы из меня потому что от избытка сердца говорят уста. И когда у тебя внутри это есть, то из тебя это можно достать. Если у тебя есть любовь, ее можно оттуда достать, правда? Если у тебя есть раздражение, то его тоже можно достать. У нас есть такая тенденция, мы любим, хотел взять стакан с каким-то осадком, потом передумал. Знаете, есть такая тенденция, мы стараемся все плохое, знаете, что сделать? Спрятать. Не убрать, а спрятать. И вот периодически в нашу жизнь приходят вот эти возмущения, чтобы все то, что мы спрятали, поднять. Ведь Бог же знает наше сердце и хочет нас очистить. Вы согласны со мной? И поэтому я говорю, слушай, ну я так был уверен, что какое-то там раздражение или какая-то злость, она уже, у меня ее нет, я уже такой хороший. И в этом какая-то такая ситуация, и я чувствую, что наполняет мое сердце. Думаю, странно, а откуда это? И я понимаю, что я по-прежнему зависим от Бога в том, чтобы Он очищал меня и мое сердце. Вы согласны со мной? Однажды в одном населенном пункте одна христианская семья проповедовала своему соседу. Сосед как-то не очень их воспринимал, не очень слушал. Они решили, слушай, он художник, давай мы ему дадим нарисовать картину с местом священного писания. И вот место священного писания, пока он его будет писать, оно его должно как-то вот коснуться, оно должно как-то вот... Ну, он же не напишет его там, ну, а бы как, это же картина. И они долго подбирали местописание, выбрали Евангелие от Марка, первую главу, пятнадцатый стих, и там было написано, «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие». Ну, в принципе, как бы, да? То есть все хорошо, все так прекрасно. Вот, нарисовал он эту картину, написал местописание, принес им, он такой, знаете, они же читают, а он изменил буквально одно слово. Но поменялся полностью весь смысл. Теперь это местописание звучало так, исполнилось время, но не верующие ему можно. «И приблизилось Царствие Божье, покайтесь и верующие в Евангелие». На самом деле их сосед очень хорошо знал, как они живут, и вы знаете, наши соседи очень хорошо знают нас, иногда нам легче проповедовать там, где нас не знают. По крайней мере, не знают, поэтому хоть чуть-чуть, может быть, больше верят. Но на самом деле нам нужно научиться свидетельствовать не столько словами, сколько тем, как мы живем. Писание говорит, что праведный верою жив будет. И я хочу сегодня проповедовать о вере. Здесь большинство, я так думаю, верующие люди, правда? И праведный, Писание говорит, послание к евреям, 10 глава, 38-39 стих, «Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, а не благоволит к тому душа моя, мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». То есть четкое такое определение. То есть праведный человек, он не может жить по-другому, как только верой. То есть если он перестает жить верой, у него начинаются какие-то другие действия, начинаются какие-то проблемы. Поэтому праведный человек, человек, оправданный Богом, может жить исключительно только верой. Вы знаете, сегодня есть, к сожалению, люди, которые находят причины для каких-то своих поражений, для того, чтобы сдаться, уступить, сказать, ну все, я уже не могу, я сдаюсь, сдаю свои позиции, и находят кого-то крайним, обычно, да, кто виноват, что ты так себя ведешь, или что ты это сделал. Ну, кто-то виноват, пастор как-то не так что-то сказал, или там что-то не то проповедовал, муж, жена, соседи, начальник на работе, или подчиненные там, и человек находит кого-то, кого-то, на кого можно было бы это свернуть. Вы знаете, я хочу вас вдохновить и сказать следующие слова. Всегда в своей жизни оставляйте место для веры. Всегда в своей жизни оставляйте место для веры. Найдите возможность, найдите причину, чтобы верить. К сожалению, сегодня есть верующие люди, у которых нет веры. И помазание, оно приводит нас к исполнению воли Божьей. Поэтому нам нужно входить в помазание Святого Духа и, выходя из служения, не выходить из помазания Святого Духа. Очень многие люди приходят к Богу для того, чтобы Бог решил их нужды. Так часто происходит. Но я хочу вам сказать, есть воля Божья о том, чтобы ты восполнил нужды другого человека. Очень часто мы приходим и мы ожидаем, Бог, реши какую-то мою проблему, реши какую-то мою нужду. Но есть воля Божья в том, чтобы мы стали теми, кто решает проблемы людей, которые находятся вокруг нас. Ну, знаете, старая такая притча, когда богатый человек пришел в храм, молится, а рядом пришел нищий. Этот нищий вопит, Боже, помоги! Этот не может сосредоточиться богатым. Говорит, что ты орешь? Он говорит, ну что, у меня нечего есть, у меня... Он говорит, сколько тебе надо? Сто долларов хватит? Он говорит, да, хватит. Раз взял, уходит. Он говорит, Господи, теперь, когда нам никто не мешает, выслушай мои нужды. То есть, сам того не ожидая, он уже восполнил нужду человека, который пришел, он пришел, кричит, у него вообще денег нет, да? И поэтому вот такой сразу, такой идет ответ. Поэтому тема моей проповеди «Праведный верою жив будет». Я хочу, чтобы мы с вами разобрались с тем, что такое вера и как иногда бывает, что мы как будто бы верим, а на самом деле вместо победы терпим поражение. Сегодня есть люди, которые говорят, ой, я очень много знаю. Знаете, такие эксперты. Только эксперты в том, как не получать обетование, как не достигать каких-то вершин. Эксперты такие, знаете, в кавычках. Но я бы не хотел слушать людей, которые ничего в своей жизни не достигают и ничего в своей жизни не добились. То есть, как бы, ну, смысл какой? Что это мне даст? Как это может изменить мою жизнь? Я бы хотел, чтобы слово, которое приходит от Бога, оно преобразило и мою жизнь, и жизнь людей, которые находятся вокруг меня. На самом деле, я не знаю, кто считал, но я не один раз это слышал, Священное Писание имеет для нас 8 тысяч обетований разных. Обетование исцеления, обетование защиты, обетование различного рода благословений, так много. И вот что говорит в одном из своих посланий апостол Петр, второе послание Петра, первая глава, с 3 по 4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Слушайте, такая потрясающая картина открывается, да? То есть он говорит, на самом деле действует божественная сила. Вы верите в это? На самом деле вся вселенная, она подчинена действию божьей силы. И он говорит, вот действие божественной силы, она производит такую работу, что дано все. Все включено. Ты пришел в этот мир, ты пришел к Богу, и ты получаешь такую, как бы такой грант выигрываешь. Все включено. Но там написано «через» на мне ничего не написано. А там что написано? Через познание. То есть не через какие-то учения, не через какие-то слова, через познание Бога. Еще раз. Через? Через... Не слово Божьего. Вот не говорите. Через познание Бога. Через познание Бога. То есть нам нужно с вами понять, что обетования, они приходят в нашу жизнь, они становятся реальностью по мере познания Бога. По мере того, как мы понимаем Бога, по мере того, как мы приближаемся к Богу, по мере того, как мы преображаемся в присутствии Божьем, вот тогда и обетования, они становятся нашими. Тогда они действительно нас преображают. Поэтому так и написано, что нам дарованы великие, драгоценные обетования через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть Он что-то сделал в нашей жизни и продолжает делать. И Он хочет открываться. То есть Бог открывается, потому что Он хочет, чтобы мы Его познавали, чтобы мы к Нему приближались, чтобы мы были рядом с Ним. Понимаете? Когда мы приходим к Богу и спасаемся, можем ли мы спастись без веры? Нет? Можем ли мы спастись без действия благодати? Нет. Смотрите, один такой очень интересный момент. Мы не можем спастись без веры. Мы не можем спастись без благодати. А потом, с течением какого-то времени, так происходит почему-то, я не знаю почему, что люди начинают фокусироваться либо на материальных вещах, либо на соблюдении определенных заповедей. И христианство вдруг становится сводом каких-то законов. То есть можно, нельзя. Можно, нельзя. Когда мы начинаем кому-то проповедовать, неверующему человеку, он говорит, ну, у вас очень много нельзя. Не нравится песня, в салон, в котором говорится, Бог разрешает делать все, кроме греха. Потому что люди как-то сфокусированы. Ну, у вас все нельзя. Я говорю, а что все? Ну, пить нельзя, курить нельзя, блудить нельзя. Я говорю, это что, вся жизнь? Он такой сидит, ну да. Ну, как бы, ну, такой, знаете, ну, жалко, конечно, такого человека, потому что у него, в принципе, вся жизнь, ну, как бы, состоит из вот этих вот плохих вещей. Но, смотрите, если нам для покаяния, для спасения нужна была благодать и нужна вера, то для жизни во Христе, тем более, нам нужно остаться в благодати и нам нужно развиваться в вере. Вы понимаете? То есть, если для спасения это было надо, то для того, чтобы потом жить во Христе, то есть пребывать в Боге, наполняться Богом, тем более нам нужно, а, что? Вера и благодать. То есть, по-прежнему нам нужно в этом развиваться, нам нужно в этом быть. Что происходит, когда человека сводят к соблюдению правил? Он начинает говорить, ой, я нарушил, Боже, я каюсь, я нарушил, я каюсь, я нарушил, у меня что-то не получается. Когда собрались известные христианские теологи, теологи их попросили, опишите христианство одним предложением. Они долго думали, рассуждали и сказали, мы можем описать христианство одним словом. Каким? Отношение. Понимаете? На самом деле нам нужно понять, что христианство это не свод правил, законов, постановлений, заповедей. На самом деле христианство это отношение. Наши отношения с Богом, наши отношения с другими людьми. Христианство это отношение. Отношение Бога к нам, отношение наше с Богом. Отношение наше к другим людям, отношение других людей к нам. Вот это и есть христианство. На самом деле это жизнь. Жизнь, когда мы постепенно преображаемся, постепенно изменяемся. Иногда люди, услышав какое-то учение, говорят, о, я уже услышал, я уже могу. И потом оказывается, я не могу. Я разговариваю с одной сестрой в своей церкви, она говорит, я должна простить, я не имею права не прощать. Я слушаю ее и понимаю, а на самом деле она не может простить. Потому что весь разговор идет вокруг этой обиды. Как человек духовный, она хочет сказать, я не должна не прощать. Иногда у людей такое понимание, что прощение это такая, знаете, амнезия. Отрезали кусок памяти, ты ничего не помнишь. Да? Такой, а помнишь, как у нас с тобой там было в 95-м году, мы там, да, что мы в 95-м году были как-то вместе, ничего не помню. А, ну да, правильно, я же тебе там наступил на твою больную мозоль, поэтому тебе... Ну, это же неправда. Или правда? Прощение, это не амнезия, это не так, ну, забудь. Прощение, это действие Бога в твоей жизни, чувствование, или чувство, как хотите, которое Бог дает тебе, и ты говоришь, слушай, так а я уже прощаю. Вот это состояние, понимаете, я уже прощаю. То есть, я согласен, правильно, говорить, я прощаю, еще лучше простить. Говорить, что я прощаю, это очень правильно, но поверье, это значит простить, это значит действительно это пережить в своей жизни. Можешь ты это сделать своими силами? Нет. Особенно, если очень серьезная обида. Нет, не получается. Поэтому, иногда у нас возникают вот какие проблемы. Мы читаем книги, слушаем каких-то проповедей, никого, слышим какое-то учение, и вдруг это нас вдохновляет. Кто такое переживал? Это нормальные вещи. И ты начинаешь как-то это практиковать, а потом видишь, какие-то вещи не работают. То есть, ты же прочитал книгу, ты же прослушал учение, ты начинаешь это практиковать, а оно не работает. Извините, скажу такую фразу, может быть, она немножко будет резать слух, но на самом деле это можно рассматривать своего рода как христианский секонд-хенд. Это чужое. Оно хорошее, оно правильное, но оно чужое. Поэтому тебе нужно, учитывая чужое, принимая чужое, получить твое. Твое откровение, твои отношения с Богом, твои переживания, то есть, то, что ты хочешь сам. Сегодня очень много проповедуют и говорят, ну вы знаете, Бог любит, Бог такой там принимающий, любящий. Это правда. И вот в чем идет перекос. Перекос идет вот в чем. На первое место вдруг становится не Бог, а на первое место становится человек. И все это начинает пропитываться гуманизмом. И человек говорит, у меня есть нужды, у меня есть желания, у меня есть потребности, я в центре. Похоже на сказку о золотой рыбке, когда старуха стала уже в центре и сказала, ну мне надоело просто мое положение, рыбка должна мне служить. И иногда христиане, поднимаясь, 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 потом вдруг падают. Причина. Причина в том, что они вдруг смещают акценты. В центре уже не Бог, а в центре уже я. Мои желания, мои нужды, мои проблемы. И Бог, ну да, Он тоже есть, Он тоже хороший. Ему нужно служить, ну, как бы, времени нет. Вот если бы Он мне помог, вот тогда все у меня получится. На самом деле, мы не должны использовать веру для удовлетворения наших прихотей. Кто из вас знает такого человека по имени Клайв Льюис? Кто из вас видел хроники Нарнии? О, вот, особенно молодежь. Их написал Клайв Льюис. на самом деле это богослов. Это был профессор богословия. Просто он так преподавал богословия, когда ему было скучно, он начинал рассказывать что-нибудь наподобие хроник Нарнии, вот, Нарнии, и студенты, короче, улетали. Просто. И они любили своего профессора. Ну, кроме того, что он какие-то сказки рассказывал, были хорошие вещи. Есть у него произведение под названием «Письма Баламута». Может быть, когда-нибудь вам они попадутся. Это как бы переписка между двумя бесами. Один старший наставляет другого младшего. Очень интересная переписка. И вот в этой книге Клайв Льюис пишет «Если вера становится средством для достижения целей, наших целей, мы находимся на самом деле в руках бесов». Не спешите говорить «Аминь», можете даже не говорить, но еще раз подумайте, а я прочитаю еще раз. Если вера становится средством для достижения наших целей, то мы находимся на самом деле в руках бесов. На самом деле человеком, который ведется своими чувствами и эмоциями, очень легко управлять. Человек, наполненный жадностью, ему можно показать деньги и он идет за ними. Человек, наполненный гордостью, ему можно дать перспективу славы и он идет за нею. Человек, наполненный одиночеством, его можно сказать «Иди сюда к нам, у нас хорошо». И можно управлять этим. Правда? То есть находя какой-то недостаток и вы знаете, на самом деле сатана очень хороший пианист в этом вопросе. Он нажимает на нужные кнопки в жизни людей. Правда? интересно, интересно, что очень давно была написана песня, она мне очень нравится, это классика, кто-то из вас возможно видел фильм Буратино, старый советский. Да? Так вот там Кот Базилио, Лиса Алиса, они поют уникальную шикарную песню, ее надо периодически слушать. Какое небо голубое, мы не сторонники разбой, я не пою, потому что я не певец. На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Понимаете, как легко иногда человека поймать на том, что у него хочу очень большое, желание очень большое, и он сам себя поставил на первое место. на дурака не нужен нож, или на глупого человека, ему с три короба наврешь, ну или говоря сегодняшним языком, проведешь рекламную кампанию и делай с ним что хочешь. И все, то есть и человека можно везти куда-то, и он уже начинает получать какие-то откровения. Что говорит Священное Писание о вере. Что такое вера? Сегодня, когда дети начали читать стихи, я думаю, слушай, как хорошо, они почти всю мою проповедь рассказывают, может быть, и нет смысла проповедовать, они места такие называют. Вера же есть, евреям 11.1, все знают, да? Ну, по крайней мере, слышали, читали. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Там еще слово на украинском языке «пидстава». Ну, не в русском слове «подстава», а «пидстава», основание. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я рассматривал этот стих, смотрел там разные, скажем, переводы, в том числе тот древнегреческий, и вот что я увидел, какой можно расширенный перевод этого местописания сказать. Вера же есть реальное, твердое основание нашей уверенности в то, на что надеемся. Она доказывает то, чего не видим. еще раз. Вера есть реальное, твердое основание нашей уверенности в то, на что надеемся. То есть твердое основание, мы на что-то надеемся. Так вот вера дает нам твердое основание продолжать надеяться. Продолжать надеяться. Она доказывает то, чего мы не не видим. Однажды в одном университете был педагог-атеист, который очень сильно унижал верующих студентов. И всегда, когда он говорил, так, здесь верующие, и там если вставало несколько человек, и он начинал всячески доказывать, что Бога нет, что Бог злой. И однажды пришел в тот университет студент, который принял решение, я отстаю веру в Бога. И когда он сказал, если здесь верующие, этот студент поднялся и сказал, я верующий, вы верите в то, что существует Бог, а как же тогда войны, а как же тогда зло, а как же тогда страдания, разве ваш Бог есть любовь, если он это все допускает? На что студент сказал, знаете, как вы считаете, в мире есть тьма? Есть. Он говорит, нет, тьма это просто отсутствие света. Как вы думаете, в мире есть холод? Конечно есть. Нет, холод это отсутствие тепла, любви. слово это просто отсутствие любви. И последний аргумент профессора, он говорит, но ведь Бога не видно, значит его нет. Он говорит, послушайте, вы знаете, в данный момент ваших мозгов тоже не видно. Можно сделать определенное предположение. подобное. Почему я привел этот пример? Потому что вера на самом деле способность видеть невидимое. Вера это не просто фанатическое повторение мест писания. То есть я прочитал, мне это нравится и я исповедую, я исповедую, я исповедую. Мы прошли этот момент и ты уже исповедуешь, что ты богатый, и тебе говорят, ну как, ты богатый? Ну или там ты больной? И такой ответ, я помню это. А что вы имеете в виду? Ну как что мы имеем в виду? Ну ты здоровый или больной? Если рассматривать мою позицию во Христе Иисусе, то я здоровый? А если насчет больничного, который надо оплатить, то я больной? Понимаете, то есть человек, ну скажи, хорошо, скажи, как у тебя с финансами? О, я богатый. А, я хотел тебе денег дать. Так давай! Так не, ну ты ж богатый. Да нет, то я просто исповедую. То есть послушайте, исповедание не может идти впереди веры. Исповедание это следствие веры. То есть может быть у тебя нет денег сейчас или нет исцеления, но верой ты проник в духовный мир. Ты увидел, ты услышал, ты получил и ты поэтому можешь это держать руками веры. И вера это переносит в твою жизнь. Поэтому то, что мы видим, то, что мы слышим в результате наших отношений с Богом это и есть вера. Почему я так сильно на этом акцентирую внимание? Потому что какое-то время назад я понял, что в жизни некоторых людей евреям 11.1 звучит по-другому. Знаете как? Вера же есть осуществление желаемого и уверенность в придуманном. Звучит очень похоже. То есть человек себе что-то придумал. Он не встретился с Богом. Он не получил откровения. Он просто посмотрел оу соседа это есть. Я тоже хочу чтобы у меня это было. Как он это получил? А он это получил верой. значит что мне надо мне тоже надо очень сильно захотеть. Мне надо просто очень сильно захотеть. И я буду это исповедовать. Ну вы не такие люди я знаю. Правда? Что вы улыбаетесь? Ну как? Я уверен что вы не такие. Вы все правильно понимаете. Просто есть разный подход к молитве или к ответам на молитву. Одни люди приходят к Богу молятся. Нужды есть у всех. Правда? Молятся. И мы хотим чтобы наши нужды восполнялись или нет? Конечно хотим. Мы хотим чтобы спасались наши неспасенные родственники друзья. Мы хотим чтобы Бог восполнял нужды материального плана. Мы хотим если в случае какие-то есть болезни трудности мы хотим чтобы действительно Божье исцеление проявилось. Мы все этого хотим но правильный момент мы приходим мы ищем Бога и когда мы слышим что Бог говорит нам знаете чем мы заканчиваем молитву да будет воля твоя. Другие люди приходят и молятся так что в конце молитвы Бог говорит ладно пусть будет воля твоя. Ну то есть человек не собирается узнать волю Божью не в том смысле что Бог не хочет исцелять Бог не хочет Бог хочет исцелять Бог хочет благословлять но Бог хочет это делать так как Он это видит в нашей жизни то есть поэтому правильно нам прийти и сказать Господи да будет воля твоя существует очень большое зло когда человек свои планы выдает вместо планов божьих когда человек начинает говорить Бог не сказал а Бог не говорил у меня есть видение от Бога а видение на самом деле не было это просто мои желания это просто мои планы есть одна общая проблема всех людей которая унаследовала нами от Адама даже не от Адама а еще немножко раньше от одной личности все имеют в большей или меньшей степени гордость знаете обратите внимание мы можем сострадать человеку который пьет и не может остановиться нам жалко этого человека кому жалко человека который пьет и не может остановиться ну жалко но сострадание есть к наркоманам есть сострадание даже если они какой-то вред тебе нанесли все равно понимаешь такая зависимость можем ли мы испытывать сострадание или испытываем ли мы сострадание к людям которые ну не могут остановиться в тех же каких-то там в том же блуде то есть трудно но можно правда то есть он не свободен и ты понимаешь тот как бы у него какое-то помутнение в мозгу так или нет человек который но я не знаю там обманывает смотришь на него я не хотел но как тот меня прижало зажало я обманул я там то у нас есть сострадание келка и к алкоголику к наркоману еще какому-то грешнику можем ли мы из себя выдавить хоть капельку сострадания когда видим перед собой гордого человека задумайтесь вспомните чье-то поведение когда человек вел себя так гордо надменно высокомерно что в нас в этот момент происходит как часто мы готовы молиться за человека который очень такой гордый и надменный нет какие чувства у нас это вызывает муж христиане да нам очень сложно а знаете почему потому что определенной степени гордость это то что сатана передал людям в определенной степени это то с чем нам всю жизнь приходится бороться это то на чем нам всю жизнь приходится работать в своей жизни некоторые у меня нет гордости даже если ее было очень мало после этих слов и осталось очень много это смирение это состояние которое можно достигать но никогда нельзя сказать все я полностью смирен то есть как только ты это произнес ты все что ты к чему ты стремился что ты все зачеркнул сразу просто одними этими словами одной этой позиции ты себя снова поставил непонятно куда поэтому гордость в большей или меньшей степени присуща всем а результатом гордости всегда является непослушание богу это то с чем мы работаем бог нас такими принимает правда или нет принимает знает знает меня поражает вообще отношения с богом который ну я имею я думаю у вас по что-то подобное ты приходишь к богу с покаянием бог знает будущее бог знает что через два дня ты сделаешь то же самое иди не парся придешь следующий раз может быть да то есть бог такой любящий бог такой милостивый понимая все эти моменты понимая все эти наши нюансы он хочет чтобы мы вышли на новый уровень на новый уровень отношений с ним на новый уровень смирения и на новый уровень послушания послушания богу потому что вера на самом деле она не появляется ниоткуда римлянам 1017 что там написано и так вера от слышание а слышание от слова божьего интересный момент что не от слова написанного а от слова звучащего разница логос и рэма старые вещи которые проповедовались в церквях давным-давно но думаю что должны быть проповеданы постоянно вера не рождается только от того что ты читаешь или даже слушаешь проповедника вера рождается исключительно когда рэма от бога приходит внутрь тебя сидят два человека слышат одно и то же и один говорит я получил слово вторый говорит о где дают два человека стоят рядом поют одну и ту же песню и один в этот момент получает вдохновение откровение второй поют говорит слушай ну когда уже закончат петь то есть нам нужно понять что это происходит не на уровне каких-то внешних вещей это происходит внутри это происходит на уровне сердца я вернусь немножко буквально на несколько минут к непослушанию потом уже мы еще раз поговорим о вере и так проблема того когда мы непослушные вместо того чтобы идти к богу мы начинаем уходить от бога мы начинаем из скажем так начинаем говорить о том что я получил откровение но откровение это дал не бог я говорю о том что у меня есть планы и желания но это мои планы и желания и еще раз процитирую этого человека по имени клайв льюис почему иногда люди не слышат бога люди вроде меня у которых воображение намного превосходит послушание подвергаются справедливому наказанию мы легко принимаем желаемое за действительное и описывая воображаемое можем заставить других да и самих себя поверить что мы испытали на опыте то о чем говорим еще раз люди вроде меня у которых воображение намного превосходит послушание то есть люди которые что-то любят представлять чувствовать из-за того чтобы от начала быть что послушными богу послушными слову божьему послушными действию духа святого человек начинает двигаться не в послушание в чем воображение в мечтах люди вроде меня у которых воображение намного превосходит послушание подвергается справедливому наказанию мы легко принимаем желаемое за действительное и описывая воображаемое можем заставить других да и самих себя поверить что мы испытали на опыте то о чем говорим то есть человек это вообразил и рассказал и люди вау и некоторые а я такого не переживаю это не волнуйся он тоже такого не переживает просто у него фантазия бурно развита или у нее на самом деле нам не надо обманывать себя и нам не надо обманывать окружающих на самом деле когда человек шел своими какими-то по своим каким-то пониманием и не знаю у вас этого не было у меня это было поэтому я как рассказываю обычно все мои проповеди я пишу себя вот когда ты что-то себе придумал подумав что это сказал бог эмоции тебя наполняют кого наполняет эмоции когда ему что-то нравится о чем он думает меня наполняет эмоциями вау все это откровение и вот он бах бах не получается не работает не срабатывает и такой боже за что я помню один пастор когда-то спросил у бога боже за что сразу получил ответ а что не за как бы вопрос такой за что и ты начинаешь понимать что на самом деле я шел сам за своими какими-то мечтами по милости бог не дал мне дойти до конца и остановил меня раньше что происходит с людьми которые пытаются жить в своем мире который они выдумывают они начинают выдумывать бога это странные вещи к сожалению сталкивался с людьми у которые живут их бог выдуманный причем он очень сильно похож на них самих он точно также много говорит и постоянно меняет свое мнение есть такие да то есть бог сказал потом не от бог передумал тому же он вначале не думал и может это вообще был не бог и так вернемся теперь к вере в школе я учился в советской школе нас учили вначале была материя а потом сознание сегодня мы с вами верим что в начале был дух а потом появилась материя так или нет или вы ну или вы не так верить верим ли мы в то что духовный мир первичен так или нет он есть или нет вы его сейчас видите он существует если вы в этом уверены тогда я хочу продолжить духовный мир первичен а значит духовный мир управляет миром физически материальным а значит а значит чтобы нам иметь веру нам нужно проникать в мир только правильными дверями понимаете нам нужно просто понять еще раз римлянам 10 17 говорит итак вера от слышания слышание от слова божьего то есть когда ты слышишь слово божье или видишь то что делает бог тогда что-то начинает происходить что-то начинает меняться аминь фарисеи стояли перед иисусом у них были претензии к нему иисус сказал такую фразу вы я говорю то что видел у отца моего а вы делаете то что вы видели у отца вашего вот поэтому нам нужно с вами понять мы с вами что видели сегодня мы с вами куда смотрели сегодня мы с вами на что или на кого сегодня обращали внимание если мы сфокусированы будем на материальном на нуждах и недостатках что будет происходить то и будет происходить на чем сфокусированы какие мы будем получать откровения откровения исходящие из того на чем и сфокусированы если наоборот мы будем сфокусированы на духовном мы начнем слышать и видеть совершенно другие вещи нужны усилия нужно поработать над своим сердцем нужно поработать над жесткостью в своем сердце но тем не менее это можно увидеть что сегодня происходит в этом мире мир постоянно хочет нас поймать мир постоянно хочет сфокусировать наше внимание на том чего не хватает на том что плохо если смотреть новости то очень трудно верить в то что что-то может измениться в лучшую сторону да вы заметили и ну я не смотрю я последнее время иногда только в интернете читаю новости вот так выборочно но уже не слушаю то что говорят дикторы потому что я заметил у меня не никакой радости в жизни не бывает когда я прослушаю новость потому что в новостях нет ничего хорошего иногда люди говорят такую обычную фразу почему я так долго в моей в вере в церкви а в моей жизни ничего не меняется или что-то изменилось а дальше ничего не меняется обычно у меня есть один вопрос навстречу скажите пожалуйста куда вы смотрите если я не ошибаюсь 2 коринфянам 317 написано мы же все открытым лицом взирая на славу господню преображаемся в тот же образ нельзя преобразится по-другому нельзя преобразится подру то есть если я не смотрю на бога если я не взираю на славу божию если я не слышу бога я не могу преобразится соответственно я не могу верить соответственно вся моя жизнь она заключена вот в материальных вещах которые вокруг меня и еще в том что я чувствую и наша проблема в том что не мы приказываем своим чувствам а чувства направляют нас да а должно быть наоборот вы согласны со мной но ты не можешь просто сказать ты чувствуешь боль нет не чувствую и такой раз и потерял сознание от боли то есть это неправильно на самом деле ты можешь приказывать чувством только тогда когда ты наполнен чем словом вы согласны со мной несколько моментов которые я хочу чтобы вы запомнили я говорил разные вещи но несколько вещей которые хочу чтобы вы запомнили из моей проповеди на самом деле первый момент мы имеем все но получаем это через познание бога мы имеем все все что нам необходимо для жизни и благочестия так написано но получаем это через познание бога то есть это своего рода валюта через который это все приходит это один момент второй момент вера это то что дает нам твердое основание вера это твердое основание нашей уверенности когда мы видим то что есть в духовном мире вера это твердое основание мы надеемся почему ты можешь надеяться не потому что я тебе пообещал не потому что кто-то тебе обещал потому что ты это или увидел или услышал из мира в котором из духовного мира в котором бог тебе это дал понимаешь то есть ты это или увидел или услышал если ты это не увидел или не услышал веры нет есть желание есть надежда есть просьба но веры нет вера приходит от личных отношений с богом вот почему мы тогда говорим вера это твердое основание того на что мы надеемся потому что мы это увидели в мире духовном поэтому последний момент нужно так прийти к богу чтобы слышать то что он лично тебе будет говорить лично не через чей-то опыт не через чьи-то откровения то что бог лично будет говорить я хочу призвать вас к молитве давайте мы сейчас помолимся давайте мы сейчас спокойно помолимся о том чтобы нам может быть увидеть или услышать или понять или пережить то что бог дает сегодня вам то есть знаете как бы бог он сегодня очень индивидуальный на этом месте то есть он и всех покрывает но у него есть такая интересная особенность он и лично что-то такое дает поэтому очень важно сейчас когда вы будете молиться когда вы будете просить когда вы будете очень важно в этот момент знаете несколько говорить сколько слушать закроем свои глаза чтобы нас никто не отвлекал папочка мы приходим к тебе такие как мы есть со всеми нашими недостатками нуждами неразрешенными вопросами приходим потому что любим тебя приходим потому что от тебя постоянно испытываем любовь и принятие приходим к тебе потому что у тебя единственного есть источники жизни приходим к тебе потому что через нас течет эта жизнь жизнь вечная приходим для того чтобы услышать приходим для того чтобы понять приходим в этой молитве для того чтобы пережить твое прикосновение возможно слово твое оно и не даст то что мы ожидаем или то что мы желаем но слово твое даст то что ты действительно хочешь сегодня произвести внутри каждого из нас господь видишь наши открытые сердца ты видишь что мы действительно доверяем тебе вне зависимости от нашего возраста мы как дети сегодня деточки которые пришли к папочке ожидая что папочка поведет нас и покажет великое недоступное нам нужно слово слово которое изменит обстоятельства слово которое изменит жизнь слово которое принесет исполнение обетования слово от которого родиться и укрепнет вера господь мы нуждаемся в тебе господь мы нуждаемся в духе твоем мы нуждаемся в силе твоей в проявленной силе твоей через исцеление через восстановление через действие твоей благодати мы нуждаемся в тебе господь иногда ты делаешь это так просто и так неожиданно мы готовы к любым действиям с твоей стороны продолжая говорить к нам и помоги нам держать открытое сердце даже тогда когда мы уйдем с этого места аминь 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 аминь